Дефицит бюджета Татарстана могут покрыть крупные предприятия республики. Об этом сегодня заявили представители республиканского отделения КПРФ. Они провели заседание с участием специалистов профильных министерств, где обсудили проект главного финансового документа на будущие три года. Предложение коммунистов по оптимизации расходов выслушала моя коллега Екатерина Сударева. Сегодня представители КПРФ Татарстана провели совещание с работниками профильных министерств. Главной темой обсуждения стал проект бюджета на 2014 и плановые 2015-2016 годы. В этом здании в стенах Государственного совета Татарстана проект главного финансового документа страны обсуждался не раз. На совещаниях комитетов и силами депутатов было внесено немало поправок в документ. Традиционно коммунисты Татарстана при обсуждении проектов бюджетов обращают внимание на расходы в социальной сфере. Проект главного финансового документа 2014-2016 не стал исключением. При работе над бюджетом депутаты КПРФ предлагают заложить ряд затрат на такие сферы, как, например, на строительство детского сада или на переселение жильцов из аварийных домов в Казани или на строительство социального жилья в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске. Давайте послушаем мнение Хафиза Мергалимова. Мы понимаем о том, что бюджет напряженный. Мы понимаем о том, что нужен денег для решения социальных вопросов, прежде всего зарплаты. Но мы и требуем, и вносим измененные дополнения о том, что только через производство, увеличение производства, производительность труда, эффективность труда, производительность, как говорится, силы, самопроизводный труд, можем увеличить налогопоступление и решить не только выдачу зарплаты, чтобы наши акционеры общества, химия, нефтехимия, малый и средний бизнес, создавая рабочие места, решили и вопросы заработной платы. На совещании с докладом выступила первый заместитель министра экономики Сырья Сиразиева. По её словам, в Татарстане, впрочем, как и в России в целом, темпы роста экономики снизились. Представители КПРФ отметили, что треть от валового регионального продукта – это оплата труда. И этот показатель также очень низкий. Производительность труда и заработной платы – эти вопросы взаимосвязаны. Их нельзя. Без повышения производительности труда, мы сами понимаем, бесконечно повышать заработную плату и нашим, в том числе, бюджетникам мы не можем. Также на совещании КПРФ выступил министр финансов Радик Гайзатуллин. В своём выступлении глава Минфина напомнил основные параметры бюджета республики. В целом, доходная часть консолидированного бюджета на 2014 год прогнозируется в объёме 177 миллиардов рублей. Расходная часть – 176,1 миллиард рублей. То есть дефицит – 5,4 миллиарда. Основное пополнение бюджета – это налоги. У нас ситуация не совсем плохая. У нас план налог на прибыль запланирован, удвеждён 45 миллиардов рублей. Ожидается, есть ли никаких рисков падения цен на нефть, нефтехимической продукции не будет. Вот последние месяцы, даже включая ноябрь, октябрь уже у нас 15 дней, пока её ситуация нормальна. Поэтому в этой части ожидается 46,5 миллиардов рублей. Проект главного финансового документа Татарстана обсуждают и на совещаниях политических партий, и на заседаниях комитетов. А голосовать депутаты за закон о бюджете будут на ближайшей сессии Госсовета Татарстана. Екатерина Сударева, Айрат Каюмов, Вести, Татарстан.